В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход ремонтных работ на нескольких объектах округа. Практически все ремонты финансируются Минздравом Московской области, поэтому мы смотрим, насколько качественно делается ремонт. Сотрудники госавтоинспекции провели на Березовой улице профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир, пешеход». До 12 лет сзади и в кресле живут. И ремень в любом возрасте. В центральной библиотеке школьники приняли участие в интеллектуальной викторине «Своя игра». Ребята готовились по азбуке Видновского края и по другим книгам. В ходе рабочей поездки в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход ремонтных работ на нескольких объектах. Побывал он и в Видновской детской поликлинике, где сейчас проходит масштабная реконструкция. Сопровождала депутаты и наша съемочная группа. Небольшую экскурсию по детской поликлинике для депутата Московской областной думы Владимира Жука начали с первого этажа. Уникальный случай. Ремонт идет, но прием маленьких пациентов продолжается. Половину первого этажа уже обновили. Реконструкция здесь началась в январе этого года. Половина первого этажа отремонтирована к июлю. В августе мы переехали на отремонтированную часть. Как вы видите, все у нас чисто, прекрасно. Все в зеленом цвете. Это по брендбуку поликлиника «Перезагрузка». На второй части первого этажа поликлиники ремонт продолжается. Рабочие трудятся в ударном темпе, но под контролем руководства. Главное, чтобы все было сделано не только в срок, но и качественно. Сдать помещение планируют уже к первому декабря. Здесь кабинеты уже сотрудников, кабинеты рентгенологов, врачей. Там кабинеты рентгенов. Осмотрел Владимир Жук и помещение второго и третьего этажей. Их реконструкцию планируется провести в следующем году, как и ремонт кровли. Тем более, что обновления, кабинеты и коридоры поликлиники не видели довольно давно. Вообще, например, ремонт третьего этажа был 20 лет назад. С момента открытия поликлиники его не было. Визит депутата Московской областной думы Владимира Жука не случайен. Народный избранник следит за тем, чтобы бюджетные деньги расходовались рачительно и готов помочь, если возникают какие-либо организационные сложности. Практически все ремонты финансируются Минздравом Московской области. Поэтому мы смотрим, насколько качественно делается ремонт, как идут работы, не отстают ли по темпам, по графику. И если какие-то вопросы возникают, подключаемся. И эти вопросы мы решаем. К детской видновской поликлинике прикреплено порядка 43 тысяч детей и подростков. Цифра внушительная. В том числе и поэтому работа врачей не останавливается даже во время ремонта. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Приучать детей к здоровому и активному образу жизни нужно с раннего детства. В Лопатинской школе прошла спартакиада для старших и подготовительных групп образовательных учреждений. Подробности в сюжете Ингинчук. На спартакиаду дошкольников съехались дети из нескольких образовательных учреждений округа. Родители тоже не остались в стороне. Они приняли активное участие в соревнованиях. Мы представляем Лопатинскую СОЖ. Мы из третьего отделения детского садика. Решили поучаствовать, потому что мы команда. Потому что мы достаточно активные. Участников поприветствовала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Она отметила, как важна сплоченность семей. Дорогие спортсмены, ребята, сильные, смелые, уважаемые родители. Огромное спасибо вам всем, что вы уже победители и сегодня в этом зале. Мы желаем вам всех побед в преддверии Дня Матери. Хотим поздравить всех матерей с этим праздником. Сегодня для семьи Долматовых особенный день. Таня вместе с мамой не только приняла участие в состязаниях, но и была награждена золотым значком ГТО. У нас спортивная семья, мы любим спорт, участвуем везде. И с радостью приходим на все спортивные мероприятия в Ленинском городском округе. В прошлом году мы участвовали, мама, папа, я, спортивная семья и заняли второе место. Спортивные соревнования позволяют проявить себя и развить лидерские качества. А показать свои сильные стороны здесь можно было в самых разных направлениях. Ставеты на разные виды движения. То есть и на ловкость, и на быстроту, и на работу с мячом. И вот по скорости прохождения каждого конкурсного этапа будут определяться победители. Главное не победа, а участие и коллективная работа. Удовольствие от спартакиада получил каждый из ребят и их родителей. В Московской области с 20 по 26 ноября в период школьных каникул сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир-пешеход», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Место для проведения рейда сотрудники ГИБДД выбрали не случайно. На улице Березовой всегда многолюдно и большой поток автотранспорта. Инспекторы отмечают, что именно здесь за последнее время чаще всего фиксируются дорожно-транспортные происшествия. На территории городского округа произошло достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадали водители, передние пассажиры обоих автомобилей, детишки, которые сидели сзади. Один был пристегнут, второй находился в детском удерживающем устройстве. Дети пострадали, но, к счастью, остались живы. Отрицательных примеров по всей Московской области гораздо больше. Задача сотрудников госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир-пешеход» еще раз напомнить родителям, что при совершении поездки с маленькими пассажирами необходимо использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Автолюбитель с 15-летним стажем Екатерины Тимофеевой никогда не забывает о правилах и перевозит своего сына Егора только в специальном кресле. Мы по весу всегда подбираем, а потом уже по росту и по весу ему можно в бустере. Вот на бустере перевозим. До 12 лет сзади и в кресле же. И ремень в любом возрасте. Во время рейда малыши, путешествующие по всем правилам, получили в подарок от полицейских световозвращающие браслеты, чтобы в темное время суток быть заметнее на дороге. Фликеры ярко свесятся в лучах автомобильных фар, что позволяет водителю заметить ребенка даже за 400 метров. Спасибо тебе за то, что ты у нас безопасно ездишь в машине, пристегиваешься. Вот тебе такой подарочек. Держи. Это светоотражающий браслетик. Он одевается на ручку. Защелкивай его прямо на ручку. Профилактические мероприятия во время проведения областной акции на территории округа будут ежедневно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается неделя доброты и щедрости. Благотворительная акция проводится уже седьмой год и призвана помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также социально незащищенным категориям граждан. Один из партнеров этой инициативы – салон «Рашен Парикмашен». Пригласил всех, для кого посещение подобного заведения – это настоящий праздник. В этот день запись в салон красоты «Рашен Парикмашен» была ограничена. Стилисты работали с особенными клиентами из многодетных семей, обществ инвалидов, диабетиков. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса, стригли, окрашивали, делали укладки. Вероприятие прошло в рамках недели доброты и щедрости. Сегодня полный цикл был, у нас и маникюр был, и косметолог работает, и на бровке мы кого-то брали, и два парикмахера, и два барбера. Полный цикл, полная запись. Таким составом мы здесь не выходили еще никогда, но все очень довольны, я думаю, и клиенты довольны, и мои мастера тоже. Инициатором акции, проводимой с 2017 года, выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, общественная и торгово-промышленная палат Ленинского округа. Получить новый образ в подарок на свое 14-летие в салон пришла Ксения Веремьева. Девушка покрасила волосы впервые в жизни, и ее переполняли эмоции. Я чувствую себя богиней, потому что у меня белые волосы. Мне очень сильно хотелось, такой беленький, вообще пушистый, чтобы было красиво и ярко, но я подумала, а мама разрешила. В салоне можно довериться рукам мастера или креативить совместно. А Марина Варламова пришла в «Ашен Парикмашин» с запросом сделать модную и современную прическу. Стилист Инна Киреева с радостью взялась за дело. Сзади подниму немножко, машинку уберу, объем создам, желчку косую. А здесь вы видели, у меня здесь височек шеще. А Маргарита Макеева – нечастая гостья в салоне красоты, так что каждый раз, когда удается попасть к бьюти-специалисту, для женщины это праздник. Я, можно сказать, что, ну, где-то, наверное, третий раз в жизни такое вот делаю. Вот, ну, не было времени ходить на корректировку бровей, а в этот раз мне предложили, и я с удовольствием пришла. Вот, оптически работа готова, а как вам результат? Результат мне очень понравился, на пять с плюсом. Равнодушных не осталось. Гости выходили похорошевшие, со счастливыми глазами. На прощание всем участникам акции вручили сладости и памятные подарки. Делать добро просто и радостно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДН-ТВ. Сегодня у нас в гостях Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья ВКБ. И мы поговорим о правилах приема антибиотиков. Зарема, здравствуйте. Здравствуйте. Стартовала неделя борьбы с антибактериальной устойчивостью. Расскажите подробнее на эту тему. Да, действительно, существует в настоящий момент такая проблема. И это не только в России, это во всем мире. Связано это с тем, что повсеместно, очень обширно используются антибиотики. Есть несколько видов инфекции. Бактериальная, грибковая, вирусная. Вот бактериальная – это та, которая вызывается бактериями непосредственно, коками, палочками. И против нее помогают только антибактериальные препараты, определенная группа медицинских препаратов. В связи с тем, что в последнее время антибактериальные препараты используются очень широко и в большом количестве, вот эти вот бактерии стали более устойчивы. То есть, если раньше пациент попадал в клинику, там находился дней 5, допустим, да, с той же пневмонией или с бронхитом, вызванным бактериями, получал пенициллины, ну, группа антибиотиков такая, вот, и на седьмой день наступало полное выздоровление пациента, то сейчас, к сожалению, мы наблюдаем такую тенденцию, что пациенты находятся более длительное время в стационаре, заболевание протекает более длительно и даже иногда тяжело. И это связано как раз таки с тем, что в некоторых случаях, а даже очень часто, пациенты используют уже на догоспитальном периоде антибактериальную терапию самостоятельно, без назначения врача. Это самая большая ошибка. Антибиотики перестают действовать? Все верно. А что делают врачи в таких случаях? Ну, приходится использовать более высокие дозировки препаратов, либо использовать более сильные антибиотики в виде инъекций, допустим, внутримышечных или внутривенных. Но в любом случае это тоже не выход из ситуации, так делать неправильно. Я, безусловно, согласна с тем, что антибиотикорезистентность – это естественный процесс, то есть рано или поздно любая бактерия становится нечувствительна к тому или иному препарату. Но мы очень такими семимильными шагами, сказать, ускоряем. Мы – это я имею в виду людей. Пациенты вот просто семимильными шагами, они ускоряют эту антибиотикорезистентность быстрее, чем фарма производит новые виды антибиотиков, которые могли бы помочь в последующем. Зарима, а как не допустить этой устойчивости к антибиотикам? Главное, прям главное, основное правило – это не принимать антибиотики самостоятельно. То есть если доктор на приеме говорит, что у пациента вирусная инфекция и не требуется введение антибактериальных препаратов, то, соответственно, их и не нужно принимать. Что делает обычный пациент? То есть он послушал, что это вирусная инфекция, что в крови нет подтверждения необходимости введения антибиотиков, пошел домой, ему не стало в этот день хорошо, и на следующий день тоже. И, соответственно, уже с третьего дня большинство пациентов самостоятельно принимают антибиотики. Да, сейчас очень строго с продажей препаратов в аптеке. Они продаются только по рецепту, который должен обязательно иметь три печати. А сейчас вообще даже рекомендация к выписке только в электронном формате, с печатями учреждения и медицинского работника, который это назначает. Но, тем не менее, есть аптеки, которые все еще продолжают продавать антибиотики, ну, свободно любому желающему. Помимо того, что самостоятельное назначение, еще пациенты иногда нарушают дозировку. То есть могут ее уменьшить, потому что им стало лучше, или наоборот увеличить, чтобы добиться более быстрого эффекта. Это тоже неправильно, это тоже может привести к той же антибактериальной устойчивости. Зарима, спасибо большое за информацию. А я напомню, что у нас в гостях была Зарима Тен, руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья ВКБ. В Центральной библиотеке провели интеллектуальную викторину «Своя игра». В ней приняли участие ребята из разных школ Ленинского городского округа. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Турнир по интеллектуальной викторине «Своя игра для молодежи и подростков» проводит и организует централизованная библиотечная система при поддержке Управления образования Ленинского городского округа. Вопросы игры посвящены истории, событиям, людям, достопримечательностям и природе муниципалитета. Чтобы знать правильные ответы, участники изучали краеведческую литературу. Ребята готовились по азбуке Видновского края и по другим книгам, которые рассказывают об истории Ленинского района, Ленинского городского округа, города Видное и его окрестностей. Во время первого этапа в библиотеках округа проводили отборочные турниры. По их итогам организаторы выбирали три команды, которые набрали наибольшее количество баллов. В их числе команды «Созвездие», а также «Виктория» и «Ко». Ребята из библиотек поселков совхоза имени Ленина и «Развилка» набрали одинаковое количество баллов. Жюри пришло к такому решению, что победила дружба, и что если мы проходим финал, на финале мы представим сборную команды, то есть сборную поселка «Развилка» и поселка совхоза имени Ленина. И вот сегодня так и получилось. От нас приехала одна общая команда, которую сами ребята назвали «Солянка». Ну так как сборная, сборная «Солянка». Финал викторины «Своя игра» состоялся в Центральной библиотеке. Третье место заняла команда «Виктория Ко», второе место у сборной «Солянка», а победителями стали ребята из команды «Созвездие». Мы подготовились, я думаю, совместная подготовка всей команды помогла нам выиграть. Все участники интеллектуального турнира получили подарки. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова